Закон о запрете продажи никотина, содержащих смесей, несовершеннолетним примут приморские депутаты на ближайшем заседании Законодательного собрания региона 29 января. Тех самых, которые сейчас в больших количествах выявляются в обороте на территории и Приморского края, и всей страны в целом. И, конечно, мы уверены, что принятие этого нормативного акта снизит число и продаж, конечно же, и число спроса на такой продукт. Проблема давно стоит остро и заключается в нелегальных продажах и повышенном риске для здоровья. Никотина, содержащие смеси, это не сигареты, не табак. Небольшие пакетики с определенным составом. Основное действующее вещество – искусственный табак, и его содержание в смеси в пять раз выше, чем обычного табака в сигарете. Доказаны факты гибели лабораторных животных после употребления этой продукции, а также содержание в некоторых видах этой продукции, тяжелых металлах, в концентрациях, превышающих допустимые. Известно, что основной поток вредной продукции – российского производства. В то же время из 45 заявленных на упаковке производств и субъектов федерации практически все – вымышленные, с несуществующими офисами, домами и даже улицами. Поэтому достоверно определить, сколько у нас производителей в стране на самом деле, не представляется возможным. И подавляющее большинство тех якобы изготовителей, которые указаны на упаковках, являются фантомами. Проводятся мониторинговые проверки Роспотребнадзора и изъятие незаконной продукции из торговых точек совместно с органами полиции. Родители, педагоги, все неравнодушные граждане также не должны оставаться в стороне от проблемы, объяснять детям опасные для здоровья последствия употребления подобных смесей. И если вы видите такую продукцию в продаже, звоните по телефону 254-82-10 или пишите на электронную почту Роспотребнадзора. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Новости на восьмом.